Давайте будем разбираться с ударом по Киеву. Мы с вами довольно часто пропускаем подобные новости, потому что, как правило, с ними довольно все очевидно бывает. Удар по городу, какая-то ракета попала, иногда это ПВО, иногда это обломки ракеты, иногда это целенаправленно. По-разному бывает. Но вот здесь, судя по тому, что я видел из различных источников, кроме одного, российского Минобороны, здесь все понятно, что произошло. Я просто напомню, сначала поступили сообщение, что был удар, в том числе и по детской больнице, и, видимо, это российские ракеты, их прилетело довольно много в эту атаку. Затем российская Минобороны заявила, что это часть ракеты ПВО, которая пыталась сбивать российские ракеты и даже приводила какие-то доказательства. Потом появились видео, и, может быть, мы какие-то из них посмотрим, потом появились видео, которые, в общем, мне кажется, довольно однозначно свидетельствуют. Ну, вам слово, Юрий Евгеньевич. Ну, конечно, видео свидетельствует, причем видео, видите, некоторые российские пропагандисты, они, естественно, заявили, что видео фейковые, видео, которые в Украине появились, они фейковые, это там какие-то информационные технологии компьютерные, но никакими технологиями невозможно в течение нескольких, ну, очень короткого времени, может быть, там полчаса после того, как эти видео появились после атаки, я имею в виду, сделать нечто более или менее образумительное. Нет, это видео оригинальное, видео свидетельствует о том, что и атака на Киев, и на Кривой Рог, на Днепро, и некоторые другие города Украины была, естественно, задумана и проведена российскими ВВС. И, значит, ракета, попавшая в детскую больницу в Киеве, охрана материнства и детства, МАДЭТ, это была ракета Х-101. В общем, это, в общем, достаточно, достаточно понятно любому, кто, ну, хотя бы немного разбирается в этой самой технике, в внешнем виде ракет и так далее и тому подобное. Если посмотреть на видео, ну, на видео прилета этой ракеты, там прекрасно видно, что ракета двигается по такой наклонной траектории, двигается прямо не хаотически, что могло бы свидетельствовать о том, что ее траектория, траектория ее полета была так или иначе нарушена каким-то внешним воздействием, то есть действиям ПВО Украины. Нет, это был достаточно понятный, прицельный, как мне кажется, удар по детской больнице. Почему об этом можно говорить? Ну, просто потому что российские, опять же, пропагандисты и военные, и военные здесь достаточно прямо об этом говорили, удар наносится высокоточным оружием. Это высокоточное оружие имеет там радиус попадания, значит, круг с определенной вероятностью того, что ракета или там боеголовка попадает, очень точно, это несколько метров, по крайней мере, по самим российским тактикотехническим характеристикам ракет. Соответственно, ну, скорее всего, это был прицельный удар по больнице, по детской больнице. Другое дело, что попал, эта ракета попала не в главный корпус, а, значит, в отдельно стоящий корпус. Ну, какая разница на самом деле, потому что детей от тяжелых заболеваний лечат и там, и там. Вообще в детских больницах дети лежат с тяжелыми заболеваниями, это очень известно. Тут ничего, ничего не имеет, это всем хорошо известно. Тем, кто, к сожалению, с этими делами сталкивался, нет, это все, все это очень, ну, с такой, с гуманитарной точки зрения, все это чудовищно. Но, опять же, в этом, я считаю, нет ничего удивительного, потому что, когда речь идет о России, когда речь идет о российских ракетных и атаках по Украине, ударах по Украине, атаках с помощью беспилотников, а это нормальная, целенаправленная стратегия России, типичная для России стратегия масс-террора, террора мирного населения с вполне определенными целями. Вот только что вы показывали интервью Зои Световой, и она задавала вопрос, вот такой недоуменный вопрос, но это же невыгодно российскому режиму, да, это как-то иррационально, непонятно. Ну, а что непонятного с моей точки зрения? Потому что точно так же можно задавать вопрос, почему крокодил бросается на все, что, значит, попадает где-то вот в поле его возможной атаки, его, значит, возможного укуса там и так далее. Ну, потому что он крокодил, поэтому и российские режимы, вот точно так же он ведет себя часто бессмысленно иррационально, с точки зрения нормальной человеческой логики, иррационально, но он ведет себя так, потому что такова природа этого режима, природа российской власти, которая, в общем, бросается на все, что может использовать любое, любой инструмент, который есть в ее распоряжении для того, чтобы добиться своей цели, независимо от того, насколько это согласуется с моральными нормами, современности, этическими нормами и так далее и тому подобное. Но такова природа российского режима. С этим это трудно понять, так сказать, людям в Европе, людям в Соединенных Штатах, лидерам этих стран, но, тем не менее, это факт, значит, с этим нужно, к этому нужно, это вот нужно понять природу этого режима и иметь в виду, что, в общем, с ним иметь дело невозможно, как невозможно приручать голодного крокодила. Да, позвольте пару вопросов задам. Во-первых, там тоже пропаганда сразу начала разгонять насчет того, что найдена была Шрапнель, которая как раз начиняет ракеты ПВО, и это якобы свидетельствует о том, что была эта ракета ПВО. Но, насколько я понимаю, я вчера почитал тоже про это, про Х-101, и она может быть начинана Шрапнелью, и ее поражающими элементами начиняют. Да и, кроме того, в Киеве найти Шрапнель сейчас не так сложно. Ну, во-первых, этой Шрапнели там действительно много. Теперь мне совершенно непонятно, каким образом российская пропаганда вот так быстро получила информацию из Киева о том, что там найдена какая-то Шрапнель. Ну, скорее всего, ну, просто технические. Значит, либо у, там, я не знаю, у российских пропагандистов есть прямая связь с Киевом, в чем я очень сомневаюсь, либо это заранее подготовленные. То есть, ну, где-то лежали какие-то консервы, вот показывают, вот Шрапнель в Киеве. На самом деле, видите, сразу же после этой атаки появилось несколько, ну, довольно большое количество видео, снятых киевлянами. Видимо, кстати говоря, в нарушении, как я понимаю, требований от цензуры украинской. Но они были сняты, и там было понятно. Вот удар по девятиэтажному дому, вот удар по, там, значит, повреждения очень сильные, вот удар по, там, станции метро, вот еще что-то такое. Вот, в общем, ясно совершенно, что восемь ракет, которые прорвались к Киеву, об этом, кстати, с гордостью пишут многие российские пропагандисты, вот как славно. Ну, вот у нас целых восемь ракет прорвали противоракетную оборону Киев в столицу Украины, и попали, они утверждают, что они попали в военный завод Артема, но на самом деле, просто из вот этих видео, понятно, что в завод-то они не попали, а попали вот по жилой застройке, по гражданским объектам. Возможно, целились, но я не знаю, куда они целились. То ли в завод и попали куда угодно, то ли ни в какой завод они не целились, а реализовали вот эту стратегию террора против мирного населения. Собственно, опять же, ничего принципиально нового в этом нет. Такие удары достаточно регулярно совершаются российской армией. И как в этих ударах массированном применении ракетного оружия страдают не военные предприятия, не военные объекты, страдает мирное население. И цели эти тоже, понятно, об этом мы постоянно говорим, это деморализация общественного мнения Украины. Юрий Евгеньевич, а еще вопрос тут тоже у нас удивлялись люди насчет ПВО. Я вчера видел, по-моему, один из обсуждаемых нами военных обзревателей, Юлиан Рябки, сказал о том, что то, что несколько ракет, вот подряд причем, их видно, они в линию бьют, пролетели и попали в киевские здания, может говорить о том, что то ПВО, на которое рассчитывал Киев, и вроде бы Киев был прикрыт, что оно не справляется. Более того, он считает, что либо ракеты закончились у Киева, либо сами установки могли стать целями и были поражены. Что скажете по этому поводу? Подсказать можно только одно. Никакая система ПВО или ПРО не обладает стопроцентной надежностью. Значит, вот если посмотреть на данные, которые опубликованы Генеральным штабом Украины и вооруженных сил Украины, и другими официальными источниками, значит, из 38 ракет, которые были направлены против Украины, на 30 ракет было перехвачено. Это неплохое соотношение, неплохой уровень эффективности. Но, повторяю, никакая система ПВО не может быть стопроцентной эффективности. Тем более, что постоянно совершенствуются методы перегрузки этих систем. То есть, скажем, ракеты, ракетные атаки совершаются волнами. В данном случае было две волны этой атаки. Первая волна предназначена для того, чтобы на какое-то время вывести, ну, перегрузить механизмы и системы обработки информации. Ну, это, так сказать, мозг любой системы ПВО и ПРО. Значит, перегрузить вот эти системы, и, значит, на какое-то время они, ну, либо отключаются, либо они уже просто не в состоянии зафиксировать и рассчитать траекторию второй волны, значит, вот этих атакующих ракет. В этом нет ничего удивительного, к сожалению, понимаете. Да, восемь ракет. Причем, известно, какие это ракеты. Это «Искандеры». Одна ракета «Циркон» и несколько ракет, значит, воздушного базирования крылатых ракет, они прорвались и к Киеву, и к… Ну, в основном-то атака была направлена на Киев, значит. Ну, и несколько ракет попало в другие города, которые в меньшей мере, чем Киев, прикрыты системами. Ну, к сожалению, Украина не хватает этих систем. Особенно со временем, особенно вот система ПВП «Патриот» и франко-итальянского аналога «Патриот». Это хорошие системы, которые могут перехватывать ракеты. Не только самолеты, но и баллистические ракеты. Но их мало, к сожалению. Я так понимаю, что сейчас у Украины есть четыре батареи «Патриот». Было три. И недавно из Германии была доставлена еще одна. Вот то, что я знаю, то, о чем писали в Украине. Но этого мало, значит, нужно 20-25 батарей «Патриотов». Только «Патриотов». А помимо «Патриотов» нужны и другие системы ПВУ. То, что могло не хватать ракет, то зенитных управляемых ракет тоже. В общем, это, к сожалению, вполне правдоподобная версия. Потому что в течение четырех месяцев Украина вообще ничего не получала. Ну, даже почти пяти месяцев Украина вообще ничего не получала. Значит, этих ракет не хватает.